Российские нефтегазовые доходы за первые полугодия упали почти вдвое, до 3,3 триллионов рублей, сообщил Минфин. Там ссылается на снижение объемов экспорта газа и цен на него, а также котировок нефти ЮРУС. В то же время растут доходы от налогов на прибыль и оборотных. Во втором полугодии Минфин ждет восстановления налоговых поступлений и снижения дефицита бюджета. За счет чего? Нефтегазовые поступления в бюджет тоже вырастут, считает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Ну, июньское сокращение доли нефтегазовых доходов, скорее, временное. Оно отражает сразу увеличение доходов от управления ФНБ, которое, в свою очередь, отражает зачисление половины от выплаченных Сбербанком дивидендов. Поэтому я думаю, что это эффект временный, и я думаю, что доля нефтегазовых доходов в июле вырастет, в том числе за счет ослабления валютного курса. Дефицит запланирован на уровне 2,9 триллиона рублей по этому году. Мне кажется, что он, скорее всего, этот план не будет выполнен, не будет достигнут. Там есть ряд причин. Главное из них, мне кажется, состоит в том, что в проектировке бюджета они закладывали довольно большие объемы экспорта газа в Европу по высоким ценам. Сейчас это не реалистично, и вместо вот почти 3 триллионов мы ждем, что дефицит будет около 5 триллионов, возможно, несколько ниже. Ближе к 4,5 триллионов рублей по итогам года. У нас есть предпосылки в пользу роста нефтяных, нефтегазовых доходов. Их, в принципе, два. Первое – это сокращение выплат по нефтегазовому демпферу, которое планируется на осень-сентября. Это может быть довольно значительная сумма. То есть Минфин может снизить выплаты нефтяным компаниям по демпферу на величину до 50 миллиардов долларов в месяц. То есть это за остаток года может дать до 150 миллиардов. Сокращение падения доходов. А вторая причина – это, наверное, ослабление валютного курса. Александр Исаков, Bloomberg Economics. Согласно прогнозу Минфина, восстановить налоговые поступления во втором полугодии помогут сокращение дисконтов, а также уточнение механизма определения базы нефтяных налогов. При этом, согласно отчету Минфина, в целом доходы федерального бюджета упали на 12%. За первое полугодие бюджет поступило более 12 триллионов рублей. Дефицит бюджета составил почти 2,6 триллиона. В сравнении с майскими данными дефицит сократился на более чем 800 миллиардов рублей. Комментирует инвестиционный стратег КВТБ «Моинвестиции» Алексей Корнилов. Для российской экономики, в принципе, такая структура бюджета выглядит достаточно разумно. Все-таки страна богата нефтегазом, и поэтому вся доля в бюджете, которая сейчас присутствует в доходах, она, в принципе, выглядит разумно. Единственное, что, наверное, было бы хорошо, и что действительно и происходит по факту, это более, так сказать, высокая добавленная стоимость от тех нефтепродуктов, которые можно получить. В общем-то, мы как раз наблюдаем, что в России сейчас именно больше упор делается на то, чтобы высокая добавленная стоимость оставалась в стране. И поэтому есть примеры, хорошие примеры, допустим, Амурского газоперерабатывающего завода, где идет переработка природного газа, получаются дорогостоящие фракции, например, гелий, которые стоят в десятки раз дороже обычного природного газа. Это можно только приветствовать и радоваться, когда такое происходит. Если говорить на коротком горизонте, то во многом объемы поступлений от нефтегазовых доходов зависят от конъюнксуры на рынке на текущий момент. И здесь действительно есть положительные предпосылки, факторы. Мы знаем о том, что с 1 июля Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Также есть намерение с российской стороны с августа присоединиться к этому и добавить сокращение экспорта еще на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот эти два фактора плюс фактор Китая, который в этом году показывает рост экономики. По прогнозам это примерно 5% прирост ожидается по ВВП. Одновременно с этим, конечно, уйдет и рост потребления нефти в Китае в этом году. Вот эти вот предпосылки, эти факторы, в общем-то, способны оказать поддержку, оказать более благоприятную конъюнктуру для нефти в полугодии. Алексей Корнилов, ВТБ «Мои инвестиции». По данным Минфина расходы федерального бюджета за первые полгода составили почти 15 триллионов рублей. По оценкам экспертов, страны, которые снизили добычу нефти в рамках ОПЕК+, пока не смогли компенсировать потери ростом цен. Так что недобор в бюджет может появиться и у других экспортеров. При этом для доходов на Россию ситуация сложняется большим дисконтом. Редактор субтитров А.Семкин